В данном видеоматериале, подготовленном Центром непрерывного образования в избирательной сфере, представлена деятельность Участкового избирательного бюро накануне дня голосования и в день выборов. В день, предшествующий дню выборов, Участковое избирательное бюро осуществляет следующие шаги. Проверяет наличие документов и материалов, полученных от Окружного избирательного совета. Внимание! Перевозку избирательной документации в сопровождении полиции осуществляет председатель и не менее двух членов Участкового избирательного бюро. Проверяет исправность технического оборудования и установок, в том числе транспортных средств. Подсчитывает полученные от Окружного избирательного совета бюллетени для голосования и составляет акт констатации количества бюллетеней для голосования. Внимание! Акт констатации составляется даже в том случае, если не будет обнаружено расхождение между количеством запрошенных и полученных бюллетеней. После чего члены бюро раскладывают бюллетени с топками по 100 штук и помещают их в сейф – шкаф в помещении избирательного участка, который затем опечатывается. Распределяет, фиксируя этот факт в протоколе заседания, между членами бюро ответственность за определенные списки избирателей в день голосования, согласно оговоренным критериям. А также назначает резервного члена на случай отсутствия члена бюро ответственность за определенные списки избирателей. На том же заседании назначается группа из двух членов бюро, которая в день выборов отправится с переносной урной для голосования. Обустраивает помещение избирательного участка. Помещение избирательного участка обустраивается таким образом, чтобы обеспечить упорядоченное передвижение избирателей, не допуская их скопления и обеспечивая тайну голосования. Кроме членов избирательного бюро, операторов ГАИС, выборы и избирателей в помещении для голосования имеют право находиться лица, уполномоченные присутствовать при проведении избирательных процедур. Члены и представители вышестоящих избирательных органов, представители конкурентов на выборах в избирательных органах, национальные и международные наблюдатели, аккредитованные соответствующими избирательными органами, а также их переводчики, журналисты, официально работающие в СМИ и утвержденные избирательными органами. Представители правоохранительных органов могут находиться в помещении для голосования только по приглашению председателя ОИБ для восстановления общественного порядка. Председатель участкового избирательного бюро вместе с назначенным оператором устанавливает и включает видеокамеру, которая будет фиксировать избирательные операции. Председатель избирательного бюро в присутствии не менее половины членов бюро повторно проверяет урны для голосования, в том числе переносную, кабины, наличие списков избирателей, бюллетеней для голосования, печатей и составляет в двух экземплярах протокол о подготовке к открытию избирательного участка, после чего опускает один экземпляр протокола в стационарную урну для голосования. Протокол подписывается всеми присутствующими членами участкового избирательного бюро, а после того, как один экземпляр опускается в урну для голосования, председатель бюро объявляет голосование открытым. Если имеется несколько стационарных урн для голосования, протокол опускается лишь в одну из них. На этом этапе члены бюро закрывают и опечатывают урны для голосования, в том числе переносную, пломбами с системой автозажима. Коды пломб указываются в протоколе подготовки к открытию избирательного участка. Стационарные урны для голосования опечатываются с помощью четырех пломб в виде хомута с автозажимом, а переносные урны для голосования с помощью одной пломбы. Если в урну для голосования, используемую в процессе голосования, больше уже невозможно вложить бюллетени, на ее крышку накладывается пломба. В 7.00 открывается избирательный участок. Торжественность процесса обеспечивается исполнением государственного гимна и вывешиванием в помещение для голосования государственных символов. Избиратель подходит к оператору ГАИСВ, который вводит его и ДНП в систему. Если избиратель соответствует условиям для голосования именно на данном избирательном участке, он направляется к члену участкового избирательного бюро, который отвечает за соответствующую часть списков избирателей. Избиратель предъявляет удостоверение личности гражданина Республики Молдова, подтверждающее место жительства или временного пребывания избирателя на территории избирательного участка, либо, по обстоятельствам, временное удостоверение личности с отметкой о гражданстве Республики Молдова и указанием места жительства или временного пребывания владельца, паспорт гражданина, в том числе с истекшим сроком действия. При получении бюллетеня для голосования избиратель расписывается в списке избирателей напротив своей фамилии в предназначенной для этого графе списка. Член избирательного бюро также расписывается напротив фамилии избирателя, которому вручил бюллетень для голосования. Избиратель входит в кабину для голосования и голосует. Чтобы бюллетень был признан действительным, избиратель должен поставить печать в АТАТ, в кружке только одного прямоугольника в бюллетене для голосования. После того, как проголосовал, избиратель вкладывает в урну для голосования заполненный бюллетень для голосования и покидает помещение избирательного участка. В 14.00 секретарь избирательного бюро закрывает основной список избирателей для голосования по месту нахождения и, или по обстоятельствам, список избирателей для голосования по месту нахождения, делая надпись Z. В случае большого количества заявлений о голосовании по месту нахождения, председатель избирательного бюро вправе разрешить выезд группы с переносной урной по месту нахождения избирателей в любое время после открытия избирательного участка. Если группа выезжает до 14.00, а в это время подаются еще заявления о голосовании по месту нахождения, председатель избирательного бюро утверждает повторный выезд группы с переносной урной. Утверждение председателям участкового избирательного бюро производится в устной форме в присутствии членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при проведении избирательных процедур. Группа с переносной урной сначала отправляется в приюты, дома отдыха, санатории, пенитенциарные учреждения, а затем к избирателям, находящимся в больницах. Сразу же после возвращения на избирательный участок члены группы передают операторам государственной автоматизированной информационной системы выборы основной список избирателей для голосования по месту нахождения и или дополнительный список избирателей для голосования по месту нахождения для регистрации в системе факта участия в голосовании избирателей, проголосовавших по этим спискам. Члены избирательного бюро следят за тем, чтобы в кабину для голосования входил только один человек. Если избиратель не имеет возможности самостоятельно поставить печать «вотат» на избирательном бюллетене, он вправе обратиться за помощью к другому лицу, за исключением членов участкового избирательного бюро, представителей конкурентов на выборах и иных лиц, уполномоченных присутствовать при проведении избирательных процедур. Если избиратель при заполнении бюллетеня для голосования допустил ошибку, участковое избирательное бюро по его просьбе аннулирует этот бюллетень, пробивая его канцелярским дароколом и выдает избирателю новый бюллетень для голосования, но только один раз. Фотографирование или обнародование заполненного избирательного бюллетеня или несанкционированный вынос из помещения избирательного участка бюллетеня, выданного для голосования, запрещено и наказывается в соответствии с положениями кодекса о правонарушении. Если после того, как избиратель проголосовал, он начинает агитировать за предпочитаемого им кандидата и призывает других избирателей голосовать за него, члены бюро должны принять меры. Если ситуацию не удается разрешить своими силами, члены бюро могут обратиться за помощью к сотруднику полиции. Один из членов избирательного бюро периодически проверяет кабины для голосования, чтобы убедиться, что никто из избирателей не оставил в ней агитационные материалы. Все избирательные участки закрываются в 21.00. Председатель участкового избирательного бюро объявляет о завершении голосования и отдает распоряжение о закрытии избирательного участка. Участковое избирательное бюро может принять решение о продлении не более чем на 2 часа, отведенного для голосования времени, чтобы дать возможность проголосовать тем избирателям, которые стоят в очереди. Субтитры создавал DimaTorzok